Школьные годы Александра Головашкина прошли здесь, в Ликино. Тогда он и представить себе не мог, что однажды вернется сюда, но с особенной миссией. 1 сентября в образовательном учреждении торжественно открылась экспозиция. Она посвящена ему, герою России. В ее создании участвовали сами школьники и их учитель истории. Это было очень важно показать, что герой, вот он какой настоящий, чтобы они действительно реально с ним пообщались, посмотрели фильмы и увидели, в чем состоит настоящий героизм, и что-то для себя почерпнули. От проекта к школьному музею. Около месяца ученики собирали информацию и смотрели документальные фильмы. Потом записывали интервью с Александром Николаевичем. И теперь готовы рассказать о жизни героя России всем желающим. Как будто я оставил в этой школе частичку себя. Я сделал что-то запоминающееся для маленьких ребят, для старших. Детство, школьная жизнь, служба в армии, работа в органах внутренних дел, подвиг на Северном Кавказе, общественная деятельность. Героями не рождаются, признается Александр. Я не стал в один день героем или опытным бойцом. Это шло годами, и началось все в школе. Именно в таких встречах, которые сегодня проходят у нас. И когда 1 сентября, в день знаний, в урок мира, мы открывали эту галерею. Это очень важно, чтобы ребята могли увидеть, что это обычный парень, когда-то был в таком же возрасте, бегал здесь, играл, гулял. Здесь в его школьные годы проходили встречи с ветеранами Великой Отечественной и участниками боевых действий в Афганистане. Именно они и помогли ему выбрать жизненный путь. Теперь уже сам Александр Головашкин с удовольствием проводит уроки мужества. Это очень способствует и патриотическому воспитанию, и вообще помощи нашей молодежи, нашим детям, чтобы не потеряться в жизни, идти более коротким, но правильным путем. И мы родные и взрослые находимся рядом, направляем, помогаем, подсказываем. Александр Головашкин всегда рад пообщаться с детьми. Быть может, кто-нибудь из них много лет спустя точно так же вернется в родную школу, чтобы рассказать уже о своих подвигах. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».